Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск радиоблога. И я хочу сразу же представить своего гостя сегодняшнего. Это Игорь Туфельд, политолог, журналист. Ну, всё замечательно. Ещё и когда с тёзкой говоришь, вообще приятно. Значит, мы вдвойне можем что-то доказать. О чём-то и поспорить, возможно. Игорь, привет. Привет, привет, Игорь. И ещё, опять же, напоминаю, как два Игоря. В середине кто сидит между нами. Там сотни тысяч и десятки тысяч, наверное, уже слушателей. Каждый может загадать желание. Перед Сэнс Гивингом это очень и очень даже актуально. Да. В эпоху пандемии. Так, гарантии, что они исполнятся, мы, конечно, не даём. Но будем стараться, чтобы это случилось. Я думаю, Игорь согласен. Постараемся, да. Постараемся. Будем, да, будем держать кулаки, зажигать свечки. И вообще по возможности молиться, насколько у нас это получится. Итак, сегодня я тебя застал не в твоём родном Бостоне, а в Нью-Йорке. Возможно, о Нью-Йорке ты пару слов скажешь, коль ты там находишься. Но, прежде чем Нью-Йорк, я бы хотел вот такую вещь спросить. Конечно, наши радиослушатели внимательно следят за всеми перепитиями относительно происходящих событий. Там, когда уже один некий самозванец говорит, что он уже элект с подачи прессы и уже формирует команду. Другой, значит, действующий... Пока, кстати, без денег. Да, действующий... Сейчас ты это скажешь. Действующий президент обещает, что разберётся совсем правильно и как минимум четыре штата повернутся вспять. Но тут произошла вот такая штука, на которую обратили внимание, естественно, все. А именно некая, ну, я не знаю, перепалка, не перепалка, но некая какая-то кошка или её тень пробежала между адвокатами президента, именно Руди Джулиани и госпожи Пауэлл. И вот что интересно. Естественно, либеральная пресса, и не только, кстати, либеральная. Я просматривал и вполне консервативные издания. Очень на это обратили внимание. И тональность подобного, в общем, произошедшего объясняется исключительно тем, что в команде у Трампа нет согласия, что там дела не так хороши, как хотелось бы президенту и так далее. Там уже идут далеко идущие выводы, а некоторые сенаторов, известных тебе, сенаторш, уже буквально стучат кулаком по столу и требуют, да, хватит уже, признай поражение, уходи. Что ты расскажешь на эту тему? Ну, сенаторши меня не удивляют, так же, как и некоторые сенаторы. В общем, они стучали 4 года по столу кулаками. Я вот только удивляюсь, как у них руки до сих пор не отсохли от этого занятия. Но, тем не менее, факт остается фактом. Заседают по-прежнему. Правда, стоит отметить, конечно, это очень важный факт. И, кстати говоря, хороший показатель, что все-таки некоторые из тех, кто стучали по столу, 4 года, кто 2 года, уже лишились своих мест. Как мы знаем, в Конгрессе-то там не все спокойно происходит для демократов. И уже в самой демократической партии начинаются серьезные разборки в стиле демократической партии США. А в отношении Сидней Пауэлл, да, действительно, ситуация довольно напряженная. И, я бы сказал, действительно непонятная в определенном смысле. Потому что, вроде бы, как на пресс-конференции, последней пресс-конференции, она выступала как одна из адвокатов. Даже по табелю о рангах, судя по тому, что она выступала сразу под Джулиани, она и имела статус, видимо, второго адвоката после Джулиани и перед Дженой Эллис. Но, тем не менее, начались разногласия. Я думаю, что это связано, прежде всего, чисто с тактическими соображениями. Могу просто привести пример. Я не знаю, насколько он в данной ситуации актуален. Но, возможно, он объяснит хотя бы какую-то подоплеку. Дело в том, что, когда выполняются какие-то спецоперации, скажем так, практически во всех разведывательных организациях, спецслужбах мира, то люди, которые должны выполнять эту спецоперацию, обязаны, это одно из условий, написать заявление об уходе. То есть, делается это для того, что если в случае провала, неудачи, они будут задержаны, то они не являются представителями какой-то государственной службы, какого-то государственного учреждения, а являются частными лицами. И любое государство, предъявив их заявление об увольнении, могут это совершенно спокойно доказать. В этой ситуации, поскольку те доказательства, вернее, те факты, которые приводила Сидней Пауэлл в отношении машины Доминиона, в отношении программы, и говорила о том, что эта программа может манипулировать голосами, они, в общем, достаточно, ну, скажем так, скользкие, скажем, доказательства. По крайней мере, факты, факты. Пока доказательства, о доказательствах мы вообще не говорим. Сидней Пауэлл говорила, говорит, и будет продолжать говорить, что у нее есть все доказательства. Видимо, предъявив доказательства о команде Трампа адвокатской конторе во главе с Джулиани, те пришли к выводу, что, возможно, доказательная база недостаточно основательная. Это мои предположения, я просто объясняю эту ситуацию. С другой стороны, возможно, что, как раз наоборот, эти факты очень даже имеют под собой основание, и что это может вызвать очень серьезный резонанс в политических кругах, в том числе и республиканских, потому что мы не знаем, кто, собственно говоря, стоит за всеми этими махинациями. Возможно, что там замешан кто-то из республиканской партии. В этой ситуации о команде Трампа, как я представляю себе эту ситуацию, важно показать, что Сидней Пауэлл является частным лицом. Так же, как и в случае со спецоперациями, о которых я только что рассказал. То есть, если она сможет доказать свои претензии в суде, предоставит все веские доказательства, вне всякого сомнения рискованные, это уже очевидно, то тогда она сможет добиться то, чего она хотела. Почему я думаю вообще, что возможно такая ситуация, что она должна в этой ситуации представлять частное лицо? Потому что, ну, как ты знаешь, мне не надо повторять, мы уже говорим об этом, которую передачу, в который раз, о том, что все четыре года травили Трампа. Травили Трампа, что он стал президентом благодаря России, что он вообще чуть ли не ставленник Путина. Даже Байден назвал его на первых дебатах куклой или щенком Путина. Я не знаю, там есть несколько или папит, что марионетка, или папи, что щенок. Но в любом случае с Путиным связано напрямую. Так что, если вдруг получится так, что Сидней Пауэлл не удастся доказать свою правоту, потому что, в общем, ситуация довольно такая зыбкая, скажем. Был такой роман, по-моему, Адамова назывался «По тонкому льду». Вот здесь именно такая ситуация. То есть, если она сможет доказать, значит, она на коне. Если она не сможет доказать, она частное лицо никакого отношения к адвокатам Трампа не имеет. Слышишь? Да. Но, что очень важно, если бы у них были разногласия, как это были раньше, она бы просто отошла в сторону. Она этого не делает. Она признает, да, я не официальный адвокат Трампа, да, я не вхожу в его юридическую команду, но, тем не менее, у меня есть доказательства, и я буду отстаивать их в суде, и отстаивать свою правоту. И все, что я делаю, я делаю для того, чтобы добиться справедливости в отношении фальсификации во время выборов 3 ноября 2020 года. Игорь, как выглядит? Вот смотри, ты упомянул несколько раз слово спецоперация, да? Мне сразу, естественно, на ум пришло классическое, когда агенты МОСАДА вышли из этой организации и поехали решать вопросы с теми ублюдками, которые тогда на Мюнхенской Олимпиаде убили. Был теракт, все прекрасно помнят это, этот сентябрь. 72-го года. 72-го года, как погибли израильские спортсмены, ни в чем не повинные, разумеется, и так далее. Так вот, тогда была спецоперация, и мы помним по дальнейшим каким-то публикациям, что эти люди были, как ты сейчас обозначил, Павел, частными лицами. Но вот интересная вещь, если по этой логике следовать, следовать, вот до какого дна уже дошло у нас дело, да, вот со всеми этими выборными делами, когда мы говорим о спецоперациях внутри, внутри страны, и когда это происходит не между явными врагами, там вот все-таки там бы, там МОСАДовцам противостояли враги, а тут граждане одной и той же страны Великой Америки, что происходит? Игорь, ну вопрос, по-моему, достаточно праздный. Да, здесь идет именно борьба с врагами. С врагами, потому что они пытались оклеветать президента. Они пытаются сейчас сделать переворот в Америке. Ну, разве их можно назвать друзьями? Извини меня за риторический вопрос, но, по-моему, отвечать на него не нужно. Не-не-не, ну это, конечно, я понимаю. Они, которые путем махинаций пытаются захватить власть в стране, это пресса. И, как мы говорили уже, обсуждали это не один раз, 92% прессы работают против Трампа в пользу демократической партии. То есть, неважно, кто это был бы, Байден, Блюмберг, Элис Бетворен. А ты уверен, что эти 8% не работают сейчас? Вот я сегодня, единственно, материал вот в American Thinker, он где-то пересекается с тем, о чем ты говорил, что там автор, описывая ситуацию Сидни Павел, которая получилась, он тоже предполагает, что тут именно какая-то своя игра, тактические какие-то моменты, и в итоге потом это все, ну, обозначится, когда дело будет уже в суде. Но это единственное. Я смотрел, допустим, публикации New York Post, я смотрел публикации Washington Times и так далее, которые вроде бы с правой стороны. Ничего подобного, Игорь. Я боюсь, что уже и те 8%, и, кстати, претензии, которые предъявляли тому же Такеру Карлсону, они, с одной стороны, вроде бы вполне себе правомерны, с другой, но если мы последних, так сказать, Магикан добьем на Фоксе, значит, что у нас остается? У нас остается чистое поле, где одни CNN-ы? Ну, почему? Есть еще и One News America. Охват! Охват там какой? Ну, подожди, Игорь. Я бы не делал никаких таких поспешных выводов пока, и говорить о том, что, да, действительно, ситуация ухудшилась, но, собственно говоря, на эту тему мы тоже говорили не один раз, почему Фокс поменял свою политику, пока еще не полностью, почему там еще остались Такер Калсон, Шон Хеннеди, Инграм и так далее. В общем, есть еще, остался еще порог в пороховницах, а потом посмотрим, как будет дальше. Пока на данном этапе, да, они в новостных программах ведут такую довольно незамысловатую продемократическую линию. Это стало очевидно за несколько месяцев до выборов. Еще более убедительнее это стало во время первых дебатов, как мы знаем. Но сейчас это все идет в том же самом русле. То есть я не вижу никаких ухудшений. New York Post, ну, возможно, это статья немножко такая, хотя тоже здесь есть вопросы. У каждого человека есть свое мнение на то, что произошло в юридической команде Трампа. У New York Post есть такое мнение. У меня есть другое мнение. У тебя есть тоже мнение, которое, возможно, больше совпадает с моим мнением, чем с мнением в New York Post. Мне кажется, на одной публикации, тем более, когда речь идет действительно, в общем, о спорной ситуации, то есть это неоднозначная ситуация. И тут мы не можем принимать чью-то сторону, потому что у нас нет достаточно фактов. Кроме всего прочего, и та, и другая сторона выступают и продолжают выступать и идут в правильном направлении с нашей точки зрения. То есть рассуждать и говорить о том, что можно, а что нельзя, пока, мне кажется, рановато. И вот одна из версий, которую высказал я, как мне кажется, имеет право на существование. Да, ну мы, не, несомненно. Я с тобой согласен. По одной публикации судить вроде бы нельзя. Но, поверь, я ни одну публикацию смотрю, и ни первый день. И именно вот с этого угла, понимаешь? Ну, бог с ним. С другой стороны, естественно, нагнетание идет. Бесконечные публикации, в общем-то, не только в американской прессе, но вообще во всей прессе мировой. То есть картель мировых СМИ, он как бы безостановочен, и он уже вердикт свой выписал, и там у ним все понятно. Кто уже предел. Еще остаются несколько стран, которые не выписывают свой вердикт. Ну, это буквально, да. Я же говорю про мейнстрим европейский и так далее. Не берем эти несколько стран. Так вот, ну мы ждем, естественно, судов. Уже не судов, которые местные штатские суды, а все-таки мы где-то полагаем, что придет вопрос в итоге о Верховный суд. И вот мне интересно знать твое мнение. Вот в какой-то момент мне показалось, что и в Верховном суде неким образом нету какого-то такого консервативного, консолидированного мнения на те или иные вопросы. Хотя мы понимаем, любой судья имеет право. Он индивидуальность, и он не обязан играть в команде обязательно. Но, тем не менее, не показалось ли тебе недавно совсем, что там тоже вот эти подсчеты, которые радостно объявлялись 6 против 3, они как бы имеют место быть? Я думаю, что это не совсем так. Потому что когда на слушаниях по утверждению Эми Барретт ей задали вопрос, и вообще обсуждалась тема, что как-то так вообще получается, что вот у нас наконец такой дисбаланс, вообще такое несоответствие, что 6 консерваторов и трое демократов. И она ответила очень правильно. В Верховном суде нет демократов и нет консерваторов. Там есть судьи. И это говорит о том, что мы же не будем заниматься фальсификацией, правильно? Нам не нужны судьи, которые готовы фальсифицировать и выносить решения на основании своей партийной принадлежности. А мы говорим о судьях, которые могут объективно оценить ситуацию, объективно проанализировать факты и доказательства, которые им представили, и на этом основании вынести справедливое и объективное решение. И вот тут я как раз считаю, что именно вот это соответствие 6 к 3 даст возможность этим шестерым судьям, непредвзятым, объективным людям, вынести правильное решение. Если доказательства, о которых говорил Джулиани и Сидней Пауэлл, существуют, и они будут приняты судьями именно в качестве доказательств. Если все это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что решение суда будет объективным, справедливым, и все будет вынесено так, как это представляет команда Трампа. Потому что они не занимаются фальсификацией, они не занимаются затяжкой времени, они занимаются именно сбором информации, улик и доказательств у них больше, чем достаточно. А то, что сегодня произошло в Пенсильвании, когда операционный суд в очередной раз отклонил просьбу о возбуждении судебного процесса, то на самом деле это хороший признак. Потому что такое решение ожидалось. Судья, как известно, был человек, который пытается отрицать все какие-то фальсификации и прочие махинации на выборах, он об этом... То есть это известный факт, и в этой ситуации его решение как раз, на мой взгляд, не было объективным. Но почему его можно характеризовать как положительное? Потому что отказ в оппозиционном суде дает возможность команде Трампа передать дело в Верховный суд. То есть, собственно говоря, это ожидалось, прогнозировалось, и теперь никаких промедлений быть не может. Так как мы знаем, промедление смерти подобное. Ну, действительно, ведь уже до, скажем, до того, как выборщики соберутся, остается совсем немного времени. И вот в таком темпе вальса это будет рассматриваться. Вот это интересный момент. Потому что я тоже думаю, что тот перечень доказательств и фактов будет совсем немал. И мы же знаем, как рассматриваются в судах любые дела, да? То есть даже куда менее громкозвонкие. Рядовое дело порой полгода там с кабинета в кабинет. Какое полгода? Бывает там... Ну, это я беру... Мы можем сравнивать штраф за транспортное нарушение с решением... Правильно. Но тут вот интересно. Конечно, мы поставлены вот в какой-то степени в ситуацию, когда приходится что-то домысливать, потому что мы не имеем элементарных фактов. Но самое интересное, мы их не имеем. И мы это признаем и ждем, собственно, когда они будут представлены и результата. Но мне нравится... Ну, не совсем так. Все-таки какие-то факты, какие-то показатели у нас есть. Вот даже те эфидевиты, о которых говорил... Эфидевиты видели. Во время последней пресс-конференции, да. И здесь вопрос идет совсем о другом. Я, по-моему, говорил о том, что... Я разговаривал с адвокатом, и он мне сказал, что эфидевит является доказательством. Вопрос в том, признают ли его в суде. То есть, в любом случае, не пресса может и должна выносить какие-то там резолюции и тем более приговоры. У него нет никаких доказательств. Это понятно. Это вообще пустословие. Все правильно. Нельзя назвать журналистом. Игорь, Игорь. Вы понимаете, судья решает доказательство это или нет? Правильно. Но я хочу сказать, что у оппонентов имеются уже ответы на все эти вопросы, а их ответ прост, что все было, все выборы прошли совершенно в идеальном виде, и пора уже передавать дела 46-му, как они считают. Ну да, да, да. Там же уже говорят не просто об этом, они говорят, некоторые уже, причем люди, вот губернатор Джорджи заявил, например, что Трамп уже вообще не президент. Да? Трамп не президент. Чего нет? Хорошо. У нас небольшая пауза, мы уйдем на несколько минут на рекламу. Очень важное объявление, прослушайте их, не покидайте своих постов боевых у радиоприемников, и мы вернемся через несколько минут. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. В этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, задать вопрос или прокомментировать то, о чем говорят наши ведущие. Игорь Цезарский. Да, добрый день еще раз. Напоминаю, что со мной сегодня Игорь Туфельд из Бостона, правда, сегодня он в Нью-Йорке. Про Нью-Йорк мы, может, еще поговорим, если успеем. Но каким он тебя встретил? Нью-Йорк? Да. Солнечной погодой. Солнечной погодой, но люди уже не улыбаются так, как раньше улыбались в Нью-Йорке. До Манхэттена я пока еще не добрался. Не добрался. Да, но возможно, что приеду, но везде, вот, кстати говоря, при въезде в Нью-Йорк постоянно везде висят вывески и плакаты с тем, что люди должны зарегистрироваться, должны пройти проверки и вообще для всех, кто посещает Нью-Йорк, кроме определенных штатов, я, кстати, вхожу в их число. Массачусет пока еще на хорошем счету. Окей. У губернатора Коума. Поэтому я все равно на всякий случай сделал тест, который оказался негативным. Так, ну, вот это с этим мы тебя поздравляем. Так, у нас есть планок, я вынужден тебя оборвать и попробуем послушать нашего радиослушателя. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я сегодня услышал информацию. Есть русское радио на русском языке с Флориды и они передали информацию, что в общем, МАФИ помогала Байдену. Официально есть человек, который готов это подтвердить. Я забыл его имя. То, что в представлении они передали эти бюллетени, 300 тысяч бюллетеней и они сидели, заполняли эти бюллетени, написали подписи, а потом завезли в трак и передали в компанию. И сколько-то заплачено и все. Вы об этом что-то слышали? Так, ну, ты слышал что-то об этом? О мафии я не слышал, но о том, что грузовик привез больше, чем 300 тысяч. Да, как раз именно тогда, когда все это как-то вот вместе случайности, случайности, все случайности, вдруг отключилась машина до меню. До этого, напомню, Трамп лидировал с отрывом 700 или 800 тысяч голосов к несовыванию. Как только разрыв стал увеличиваться, машина вышла из строя. В этот момент подвезли бюллетени на низких грузовиках, причем, как свидетельствуют очевидцы, это указано в эфидевите, который предъявил Джулиани во время пресс-конференции, что часть этих бюллетеней была запакована в мусорные мешки, в пластиковые пакеты, вообще имели какой-то непотребный вид. Я думаю, что если бы этим занималась мафия, все было бы упаковано аккуратнее и гораздо. Игорь, я видел публикацию на самом деле какого-то филадельфийского авторитета, даже с фотографией напечатали и привели именно вот этот, связали с ним вот эту всю махинацию, то есть, не знаю, это такие вещи, наверное, они действительно, когда начнутся судебные разбирательства, тогда и будет понятно, насколько это имеет почву под собой. На самом деле, я хочу сказать, по-моему, это вообще не имеет никакого значения, кто это заполнял. Мафия, мафия итальянская, мафия ирландская или мафия демократической партии или просто волонтеры, которые работают на, так сказать, общественных началах. Это какое имеет значение? Не, ну разве было бы институтно, это нелегально, а с другой стороны члены мафии имеют право голоса, по-моему. Не, не, не. Если они граждане СССР. Вот интересно было бы, подожди, если бы это были инопланетяне, вот это было бы здорово, понимаешь? Вот сказать, что инопланетные приехали, чего-то там наделали и быстро сработали, как-то, вот это было бы сенсацией, а все остальное не выглядит сенсацией. Добрый день. Даже инопланетяне здесь уже, по-моему, сенсации не выжили. А, уже нет, хорошо. Главная сенсация продолжает и остается быть только одной. Трамп не хочет признать свое поражение. Точно. У нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я вашего собеседника Игоря слушаю, так сказать, все умно, все очень, так сказать, правильно сказано и по поводу, что юридический процесс, безусловно, там есть лазейки и казуистика своя, и там проблемы могут возникнуть, это да. Но как же можно дурить уже всех, когда совершенно очевидно, что это был вброс и что были, так сказать, ну, совершенно невероятные результаты в течение нескольких часов, но это же уже почти все знают, это дурить весь народ и ссылаться только на юридическую казуистику, это же, ну, люди же все-таки основная масса, ну, не основная, но какая-то часть массы безусловно понимает, что все это, все это нечестно было сделано. Вот с этим как быть? Спасибо за ваш звонок, Игорь. Разъясни, как с этим быть? С этим надо смириться. Прежде всего, к сожалению, к величайшему сожалению. Самое страшное, что произошло за 4 года правления Трампа у власти, что средства массовой информации, как мы говорили, 92%, без примкнувших к ним шипиловых, работало очень эффективно. И она создала такую ситуацию, что американские обыватели в большинстве своем или в меньшинстве своем, но их достаточно много. Считают, что если Трамп вообще такой вот уже плохой, как его представляют, но мы же в любом случае должны его как-то сместить. Поэтому все средства хороши для этого. Понимаете, то есть, они готовились, я уверен в этом, абсолютно, у меня нет никаких сомнений. Это была запланированная акция, которую готовили 4 года. Любая вещь, ведь на самом деле никто даже ни разу на всех этих каналах не упомянул о каких-то положительных факторах, которые добился Трамп. А их на самом деле очень и очень и очень и очень много. Хотя бы ближневосточный конфликт, он практически впервые за всю историю государства Израиль с 48-го года добился того, что арабские страны признали его. Причем это уникальные договора, потому что единственный раз были подписаны договоры с Иорданией, был подписан в 78-м году договор с Египтом, всегда предыдущие соглашения несли какие-то уступки со стороны Израиля. То есть территориальные уступки, которые приводили к серьезным проблемам безопасности, к террористическим актам на территории Израиля. А сейчас это впервые договор, два, уже три договора, и готовится еще четвертый, все ждут результата выборов, это будет чисто экономический, чисто торговый, чисто культурный, чисто политический договор, без каких бы ни было территориальных уступок, что не несет никаких угроз безопасности Израиля. Ни одной войны не было начато во время правления Трампа, что тоже удивительно за последние 20 лет. Я вынужден прервать, у нас есть звонок, ну и вот эти все вещи, что ты перечисляешь, я думаю, мы неоднократно говорили, конечно, повторить их можно, но это все нам действительно я хочу коротко резюмировать, ответить на вопрос вашего уважаемого зрителя, слушателя, что в любом случае, как бы это ни выглядело очевидным и явным, это все равно требует юридической основы. Без юридического доказательства, без юридического решения, без приговора суда, без решения основанного, вынесенного судьями, ничего невозможно будет доказать американской публике. Это правильно. Спасибо средствам массовой информации. Спасибо огромное. Так, у нас звонок, добрый день, слушаем вас. Да, еще добрый день, я вам звонил, но я хочу сказать, я немножко с вами не согласен насчет средств информации, средств массовой информации, вы 100% правы, но другое в отношении умов людей. Вы посмотрите на штаты, посмотрите на наш штат, Кырси Ваня, Джорджия, Мичиган, Бисканси, посмотрите, весь штат красный, только города, вот, большие города, которые синие, которые перетягивают весь штат. Посмотрите, что даже на Шаболиносе, у нас больше 110 этих, каунти, у нас почти 100 голосуют за Трампа, но Чикаго плюс несколько там Лэк и другие, которые перевешивают весь штат. То самое в Джорджии кругом, поэтому и Пискальбаня то же самое, посмотрите, Джорджии, Пискальбаня, поэтому я с вами согласен, вся Америка красная, но вот эти большие города, которые делают погоду, которые, в принципе, сосредоточены всех этих, всех людей, которые, в принципе, делают деньги, а вся Америка красная, поэтому это, это факт, и люди, в принципе, обожают мазки, работают, даже то, что пресса им, этот, то мая все равно, в принципе, почему люди, которые живут в Реаре, которые в Эймаре, все соображают, а почему люди, которые живут в городе, они соображают, объясните. Хорошо, спасибо, ваше мнение, мы принимаем, понимаем, и, кстати говоря, действительно, я в этом плане могу согласиться, что мегаполисы составляют, в общем-то, раковый опухоль нашего, к сожалению, государства, а не вот эти небольшие города, где люди, в основном-то, работающие, в основном, в общем-то, придерживающиеся, конечно, консервативной повестки, и если мы посмотрим практически на любой штат, который мы имеем, то мы видим океан вот этих красных точек и вот эти крохотные вкрапления, но это вкрапления, где вот есть города, если это Пенсильвания, это Каладельфия, если Иллинойс, это Чикаго, ну и так далее, если это Вискансин, это Милоки, ну и так далее. Игорь, даже не нужно говорить здесь о крупных городах, можно привезти один крупный город, столицу Америки, Вашингтон, 97,2% за демократов. Из них, кстати говоря, тоже интересный процент, больше 70% жителей Вашингтона получают социальные пособия, находятся на безработице, на волшебной... И все в паре и так далее. Игорь, извините, есть звонок? Есть звонок, да? Да. Пожалуйста. Говорите. Говорите. Я еще раз вам решил позвонить. Скажите, пожалуйста, вот если наверняка президентская команда на 95%, я уверен, она знала, что будет проведена вот такая компьютерная система с фальсификациями, почему не было предпринято никаких шагов до того? Почему? Вот это вопрос, понимаете, остается все равно Хорошо, спасибо, давайте. Приняли вопрос. Игорь, пожалуйста. На самом деле я не совсем согласен с тем, что ничего не было предпринято. Были предприняты какие-то шаги и мы видели доказательства, что этому мешали. Другое дело, что никто не мог представить себе, что во время подсчета голосов представители республиканской партии будут так нагло изгнаны из всех этих залов, из всех этих мест, на которых все это происходило. Никто не предполагал, что представители демократической партии будут завешивать и забивать стекла картонными щитами для того, чтобы никто ничего не видел. Никто не предполагал, что несмотря на пандемию, все равно представители республиканской партии удалят на такое расстояние, что им даже с помощью биноклей было невозможно увидеть всего того, что происходило. А на фоне всего этого можно было делать и другие махинации. В том-то все и дело, что команда Трампа понимала, что будут какие-то факты фальсификации голосования. Собственно говоря, они были всегда не в таких масштабах. Сейчас, то, что произошло сейчас, можно упомянуть очень подходящий термин, который использовался в Уголовном Кодексе Советского Союза. В особо крупных размерах то, что произошло сейчас. Фальсификация достигла особо крупных размеров. К этому, скорее всего, республиканцы готовы не были. Вот это правда. Пытались, пытались сделать и пытались себя запасить. Но, на самом деле, Игорь, никто не ожидал такой наглости и такого хамства со стороны представителей Демократической партии. Игорь, про почтовые много писалось и Трамп бесконечно говорил, то есть предполагалось, хорошо. Почтовые, да, я сейчас говорю уже не о почтовой, в принципе, что все равно это отдельный разговор, отдельный передач. Ожидания были еще какие. Так, у нас есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я с вами согласна на 100% и больше, но я хотела бы ответить вот этому слушателю, который сказал, что все правильно сделано. И только вот неправильно думающие большие города, сити, проголосовали и все перетянуло. Это неправда. Я работала этим джаджем, с судьей на участке в самом центре царства Чаковске. Это очень-очень левый округ. И вот на нашем участке, я не знаю, как там была настроена машина, она перебрасывала, не перебрасывала, но все равно в итоге дня получилось, что Трамп выиграл. Остальные все позиции выиграли демократы, но президентскую позицию выиграл Трамп, даже в самом центре Чаковске. Так что говорить о том, что, ну как сказать, мы эти вот синие точки перетягивают, ничего они не перетянули бы, если бы не было фальсификации. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Кстати, интересное свидетельство, Игорь, это потому, что наша слушательница упомянула такой округ, где конгрессвумен Джейн Шаковский правит уже довольно давно, там действительно леволиберальная публика живет в большом количестве, ну вот тебе пример, да? Может быть, действительно... спасибо. Да, кстати говоря, любопытно здесь действительно получается, что мы иногда думаем, что в больших городах сосредоточение, а вот, видишь, не всегда может так. У нас есть звонок, Сереж? Да, пожалуйста, в эфире. Ну, в общем, короче, полемика крупная, зонные вещества, 100%, Трамп останется в белом доме. Ну, хорошо, мы с вами не будем спорить. Да, возражения не имеют. Мы можем поднять четыре руки, если мы с Игорем это сделаем. Сережа еще две поднимет, будет шесть рук. Так что посмотрим. Вы садитесь между нами и загадывайте желание, оно должно исполниться. Так, у нас есть звонок, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что необходимо быть, чтобы Верховный суд взял к рассмотрению все факты, которые представит команда Трампа, и возможно ли это? Спасибо. Спасибо за звонок. Игорь. Это безусловно возможно, для того, чтобы Верховный суд принял к рассмотрению какое-то дело, его должны отклонить все ниже стоящие инстанции. И после этого Верховный суд принимает решение о рассмотрении этого дела. Так что здесь все надежды, собственно говоря, ни у кого, в том числе и у республиканцев, не вызывало никакого сомнения, что все претензии юридические будут в конечном итоге рассматриваться в Верховном суде. И кроме всего прочего, хочу напомнить еще, что в 2000 году, когда была подобная судебная тяжба между Гором и президентом Бушем младшим, то в конечном итоге решение выносил именно Верховный суд. Но тогда речь шла всего об одном штате, о штате Флориды. Ну, кстати, вот действительно этот пример очень часто возникает и без него как-то не получается, но ведь действительно тогда решающее слово было за Верховным судом. И не только тогда, и в 2010 году тоже? Да, я знаю, но из последних. И приняли его в общем-то, вот мы несколько раз подчеркивали, что несмотря на всегдашнюю великую дружбу между республиканской и демократической партией, но тем не менее вот такого накала и вот такой истерии и вот всего, что мы сейчас имеем, не было. То есть, ну, как бы победил, как говорят, умер-шм умер, победил, ну, победил, ну, приняли, согласились. Не было, не было, правильно, но мы на эту тему тоже говорили, потому что 4 года, пресса и демократическая партия вели себя в этом направлении так, чтобы все, чтобы любые исходы выборов к подобному результату. И даже заявление Хиллари Клинтон, которая сказала, что ни при каких условиях они должны признавать, то есть, в отношении Байдена это было бы нормально. Да, конечно, хорошо. А в отношении Трампа, как всегда. У нас есть несколько минут, мы попробуем принять еще звонки. Добрый день, слушаем вас. Говорите. Очевидно, не дождался. Не дождался, ну, хорошо, перезвоните тогда. У нас буквально несколько минут осталось, может, уже тогда и звонки. На самом деле, две минуты времени, вот, один звонок успеем принять. Атрина, еще последний премиум, хорошо. Добрый день, слушаем вас. Да, добрый день. Вот мне интересно ваше мнение. Способна ли республиканская партия вот так организоваться и за четыре года устроить кампанию по очистке мозгов, очистке от всего этого мусора и вот так вот слаженно и дружно, как это делают вот эти вот, не хочу их называть нормальными словами, способны ли республиканцы такую же кампанию устроить? Спасибо. Спасибо за звонок, Игорь. Интересный вопрос. Дело в том, что этим занимается не столько демократическая партия, сколько средства массовой информации, о чем мы говорили сейчас. А для того, чтобы республиканская партия могла добиться таких же успехов на этом поприще, надо попросту открывать новые газеты, новые издания, новые средства массовой информации и таким образом добиваться. Плюс здесь не только средства массовой информации, здесь социальные сети, которые тоже вели достаточно массированную атаку против Трампа на протяжении всех этих четырех лет. Республиканцы, к сожалению, на сегодняшний день не располагают такими ресурсами. Да, но дело в том, что сейчас очень популярным стал призыв именно переходить, допустим, из Фейсбука в Парлер там и так далее. И, в принципе, я вот думал на этот счет, понятно, несопоставимо число людей на одной площадке и на другой, но, господа, давайте мы туда запишемся, давайте мы что-то начнем там делать, а там и видно будет. Как ты считаешь? Я считаю, что это необходимо, просто не давайте, а надо делать. А ты записался добровольцем? Вот, 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 а ты? И к штыку приравнять перо, да? Ну, понятно. Это действительно... С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. Это насущный момент, потому что мы сколько угодно можем говорить про Цукерберга и Ко, вот про всю эту братью, которая играет явно на одной стороне, и которая, в общем-то, и нас, непосредственно, наши русскоязычные, в том числе СМИ, которые консервативного толка, она, эта система тоже старается отодвинуть, всячески прихлопнуть, как могут, и дискредитировать, и так далее. Поэтому, да, даже для нашего, скажем, существования это критически важно, чтобы были новые площадки. Ну, вот уже заиграла музыка, мы подходим к концу нашей передачи, и я благодарю Игоря Туфельда за участие, вот, желаю ему хорошей этой Нью-Йоркской поездки, желаю не встречаться с Деблазио, потому что незачем, вот, ну, а вам всего доброго, не унывайте, ничего еще не состоялось, будем ждать информации, будем ждать результатов каких-то в скором времени, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова